все уже так друзья разница между поросятами шесть дней эти вообще великаны именно что называется великаны это им получается сегодня 18 дней до сегодня 18 дней они уже на свиноматку как вытянули одних одни кости ребра и кости хребет сильно выделяется еще сколько кормить ей хочу взвесить ради интереса 18 дней какой вес от обычного поросенка у меня просто таких не было поэтому самому интересно какой вес будет у 18 дней ради интереса сам удивлен и даже вот у них там разница незначительная шесть дней но эти значительно меньше эти поросята чем вот вот эти эти именно бульдоги с носорогом вот 10 вон того беленького попробовать они примерно все одинаковые их 10 штук так и есть все целые все нормально никого не придавило ни на кого не наступило все хорошо то есть попробовать вот узнать то у меня весу не было сейчас веса появились и проверим какой же вес у 18 дней у поросят от пьетрен которые пошли полностью формами в пьетрен лысые такие же с пятнами ну один в один пьетрен блестят и узнаем свиноматку я стараюсь кормить хорошо потому что сильно выжимает и ей еще много их кормить смотришь и сердце кровью обливается как вы смачиваете свиноматку и сам саму прикормку я ставлю поросятам что этим что вот этим я ставлю им даю и воду и под кормку но они ее так ну не сильно едят я бы не сказал что сильно там хорошо едят то есть их надо тупо от нее брать отсаживать допустим там в 20 чем то дней там в 26-28 но чуть пораньше потому что вытянуть со свиноматки все соки и чуть раньше их отсаживать отдельно но и они начнут потихоньку сами кушать предстад потому что голод в не тетка и начнут ну как бы уже больше они знаю что такое предстад но не сильно ее едят я так понимаю у нее молоко хорошее жирное поэтому такие поросята крупные было бы у нее молоко такое не сильно молочное она свинья если было при молоко нежирные поросята такими не были а так к мы к моему удивлению у меня первый раз такие поросят и поэтому узнаем вес самих поросяток у 18 дней также я скажу но допустим что касается что касается моего хозяйства хоть она у меня и большое ну там не супер большой меня вот здесь здесь в летнем там и там строю там что потому что места не хватает уже эти выводки отсаживать грубо говоря никуда можно сжаться этих там по два посадить сюда но опять же место у меня только свободная одна вот вот эта клетка вот эта клетка свободная сказать что сильно много идет временем и у меня на них ну я бы так не сказал сказать что сильно много едят ну типа там как народе говорят а свинью вы кормить там надо его корма я бы так тоже не сказать но вот эти у меня на откорме имя подсыпаю у них постоянно есть этим даю утром и вечером но это свиноматки которые ну не должна загулять все вроде бы получилось а вот искусственно сам каштанчик тоже чувствует себя хорошо вот допустим если моим хряком сейчас покрывать опять ту свинью у которой крупные поросята если они покрою он и он есть сейчас поломает потому что она и так первоходка еще похудала сильно нас видно получается сейчас стала маленькой вообще маленькая ремонтная свинка ну и как вот ту свинку покрывать и таким хряком то есть это я думаю ей придется дать перерыв не покрывать ее сразу после отъема там на 6 7 день отдать ей перерыв там хотя бы в районе месяца пускай отойдет покушает хорошо и потом вычислять ее загул и покрывать его хряком хряком я хочу покрыть и клубнику и грушу ну то есть те две киевские генетики этим же хряком и покрыть чтоб весне были поросята такие же у хряка у моего вот допустим такая свиньи это крупная наверно больше и хряка такую он конечно покроет без вопросов или вот такую тоже покроет и лимашку там у меня есть тоже покроет а уже вот от таких рубавля первохода которые первые опоросы сейчас поросята их высмотчут и там крыть будет нечего там кряк ее раздавит и он тем более впитанный такой мостный то есть сильно его старается не раскармливать ну все равно он растет каштан каштанчик одесситик ты нас и и такой же есть лысый и весь как резиновый до шоты спина широкая вообще именно такой стал мощный хряк одни моща у меня тестюху сегодня я отвез в больницу сам на хозяйстве саня так и не приехал где-то пропал без вести уже на связи его нету не появляется думаю наверное заболел надолго ну а там увидим по сарае пока сам копошусь будем взвешивать что такое будем взвешивать поросенка какой вес ради интереса нолики нолики так ящичек какой-то надо ну вот этот попробуем поставить может не выскочит будем брать так давай давай так будем пробовать но всем 800 8 килограмм всем 800 8 килограмм вроде бы ничего так давай давай это братьев ну я вам скажу вес на 18 дней нормально даже бы я сказал хороший я сам удивлен что такой вес я не спорю может быть есть даже и чуть-чуть мельче поросята он допустим как вот но опять же он длиннее вроде бы на такие дни такой вес это у меня в лично подсознан хозяйстве первый раз генетика наверно пошла у хряка поэтому они такие крупные здесь я тоже покрывал искусственно дюрком крыл комплекса искусственно тоже ничего не скажешь что плохие но обычная поросята хорошие крупненькие как получились у нас такие поросята 18 дней такой вес ну что тут ножка смотришь на нее жалко и и минуту просто худющие и есть хорошо и все следим чтобы вода постоянно была и все равно худовато и они проходу не дают постоянно ее торможат 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 и едешь он комбикорма поешьте в корыте есть свежий надо нам молоко мамкина решил заменить радиатор заказал новый радиатор на машину на свое заказал новый радиатор давно уже сопливил радиатор и заодно думаю поменяю вот этот ремень основной основной ремень снял посмотрел как там все это где натяжитель где ролики обводные короче поснимал тут а все радиатор сам снял и получается он у меня сопливил и снял радиатора он нижние получается вот эти вот перегородки и как по раздувала или размер со где-то когда-то у кого-то ну чё-то с ним вообще непонятное с этим радиатором но по раздувала вот эти вот перемычки и здесь внизу подтекала у меня текай будет внизу ну так не сильно но подтекала иногда это решил дошло время поменять радиатор взял новый радиатор и полез а и заказал заранее меня ремень а ремень у меня вот такой хуже то есть я так понимаю машине 10 лет и 10 лет никто его ничего не менял вот потрепался вовремя я заметил это все и заказал сразу ремень так бы могла быть о это старый ремень а вот какой должен быть новый вот новый ремень толстый хороший ремень сейчас вот этим вот занимаюсь никогда раньше это не делал но грубо говоря схожего ничего нету все откручивается все удобно я думал бампер будет снять проблема нифига и бампер снял нормально и то есть все хорошо назад я думаю соберу единственно что мне надо еще разобраться с радиатор с жидкость слил а с блока двигателя не слил надо тоже слить потому что я купил новый концентрат все залью заново то есть я смотрел в интернете с двух сторон тут надо есть болтики там надо их под открутить и слить то есть вот этим вот и занимается так друзья отдавать кому-то еще что я обнаружила здесь провода вот это дополнительные осветительные приборы и были замкнуты прямо на раме я не знаю как она не загорелась тоже это все по изолирую поделаю хорошо что полез мы занимаемся сборкой все поснимали короче вот так сделаем